Привет, друзья! Я очень рада вас видеть на своем канале. И я хочу поделиться с вами тем, что мы купили в Фудсити. Мы съездили в Фудсити и закупились вот такой вот классной штукой. Тут у меня манго. Очень обалденные, вкусные, прям вообще суперские, спелые. И, в общем-то, 200 рублей за штуку – это хорошая цена. Еще мы купили вот такой вот авокадо. Представляете, 500 рублей ящик авокадо. Вообще, это нормальная цена, вообще недорого. Еще мы едим мандаринки, манго, апельсины, бананы. И вообще рассказать такую тему, сколько можно есть, сколько еды можно съесть на сыроедении. То есть, какой примерный рацион. На самом деле, это зависит, дело в том, что от того, что ты делаешь. Если я, например, много гуляю на улице, хорошая погода. Если мне не скучно, то я гораздо меньше ем. Если мне скучно, то я начинаю что-то придумывать, что-то готовить иногда. Ну, как правило, сейчас я многого ем, в основном, фрукты. Но иногда вот я делаю все-таки себе пророщенную гречку. Со всякими там соусами, со всякими авокадными штуками. Ну, вот, например, вот так. Гречечка. Я себе ее легалазила, разрешила. И она вполне мне так нормально нравится. Ну, то есть, как-то мне от нее пока что не очень легко отказаться. То есть, орешки, вот семечки подсолнечные. Или гречка пророщенная. Я еще кушаю. Добавляю зелень. Готовлю. И буквально можно есть почти что, почти целый день много. Довольно-таки и финики иногда ем. Но, конечно, когда лучше всего, если... Так вот, на чистых фруктах чувствуешь себя гораздо легче. Но психологически еще иногда хочется что-то более тяжелого. И тогда можно кушать орешки. Или, например, гречку проращивать. Тоже я считаю нормальным. Вот. Еще можно делать всякие салатики. Делать кейл-чипсы, если хочется что-то пожевать. Ну, а так вообще фрукты, это круто. Мандарины. Я чувствую от них легкость. Сок апельсиновый. Вот. А вообще, в общем, вегетарианство позволяет есть в большие объемы. И вы никогда не поправитесь. Поэтому любите себя. Кушайте. Наполняйтесь энергией, фруктов. Здоровья вам. Пока.